ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дин! 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 Иду, иду. Магическая доставка. Мне нужен дух по имени Дина. Это вы? Как сказать? И от чего это зависит? От того, штраф ли это или нет. Нет, это другое. Вот. Это... посылка. То-то я удивилась. Давно не летала на ковре. Сейчас такой авиатранспорт... Распишитесь. Вы издалека? Оттуда, где солнце, садится за дома, окрашивая их золотистым цветом, а женщины прекрасные. Короче. Из Италии. Знаю, тут написано Сицилия. Из какого века? Обижаете. Это не почта. А что? Тостер? Мимо! Знаю, кухонный комбайн. Все делаю сам. Мимо! Ой, лампа. Да, точно, угадала. Точно, точно, точно. Он невыносимый. Лампа. А зачем мне лампа? Или это реклама? Джина! Кузина! Нет, нет, нет. Скуси, но эта модель стоит мольта ливр. Не помни. А вот твоя... А, моя не мнется. Попробуй. Нет, нет. Она не мольта-белли, а, Дина. Она ординарная. Что? Спортивная. Еще бы. Знаешь, какими видами спорта я могу в ней заниматься? Смотри. Метание копья. Опа. Прыжки. Опа. Передача эстафетной палочки. Ну ладно, расскажи о себе. Садись. Нет, нет, Дина, дорогая. Найдем местечко пью интимо. Может, в лампу? Аванти. Куда? Кошмар. Ну и дела. Ладно, потом приберу. Что это за ужас? Дорогая, это похоже на лавку, все по сто. Ты не знаешь, что такое интерьеризм? Новая религия. Вроде того, но стоит денег. Милая, сейчас 21 век. Не надо о возрасте. Я всего на один век старше тебя. Завидуешь. Я дам тебе специальный журнал лампы. Узнай, что такое интерьеризм. Ладно. Кстати, ты так и не сказала, чему я обязана такой честью? Я направляюсь в Соединенные Штаты искать американскую мечту. Предпочитаю испанскую сиесту. Мне сказали, что Штаты удивительная страна. Там даже президент доступен для всех. Особенно для практиканток. Чаю хочешь? Нет. Шампанское и икру. Прэго. Это я не потяну. Чай. Ладно. Знаешь, столько проблем, чтобы въехать в Штаты. Кошмар. Да. В моё время мы с Колумбом прибыли на каравели, и таможня нас не задержала. Правда? Нет, это ужас. Бумаги, бумаги, бумаги. Я узнала, что ты здесь, и подумала, почему бы не навестить мою милую кузину. Припаркуем наши лампы рядом, пока решается вопрос об эмиграции. Я бы не прочь пожить в кемпинге для ламп, но мой хозяин... Дорогая, ни слова о хозяевах. Знаешь, я уехала из Сицилии, потому что мой хозяин мафиози. Он только и делал, что подкупал чиновников. Но это же он платил за твои шикарные тряпки. Да, красиво, правда? Но это того не стоит. У меня таких проблем нет. Нельзя только заниматься магией. Нет. Маг без магии всё равно, что туфли без каблуков. А он верит только в человеческие силы. Какая глупость. Какая косность. Вот что. Сегодня я отпрошусь у него, а ты будешь сидеть тихо в своём интерьеризме. Где? В своей лампе. Ладно. И как только мужчины могут любить футбол. А чими-то не любят? Она сказала мужчины. Очень остроумно. Да, чими-то не нравится. Он считает аморальным смотреть, как мужчины в трусах дерутся за гол только ради того, чтобы обняться. Скажи ей, что не ради того, чтобы обняться, а ради того, чтобы выиграть кучу денег. Ещё хуже. Не помешаю? Ну же, бери мяч! Влево! Вправо! Влево! Я хотела сказать... Беги, беги! Ко мне приехала кузина из Италии. Она едет в Штаты за мечтой, потому что там лампа с обивкой изнутри. Открывайся, открывайся! Бросай! Бросай мяч! Я тебя убью! Бросай! Папа! Гол! Ура! На последней минуте. Здорово! Вот это игра. Что за жизнь без таких маленьких удовольствий? Да. Дина, ты что-то хотела? Вы что, не слышали? Я же сказала, у меня есть кузина. У неё проблема, потому что... Минутку, минутку. Очередной родственник? И что за проблема у твоей кузины? Уж извини, но у вас все с какими-то проблемами. Её угнетает хозяин. Это намёк? Нет, она тоже дух, а её хозяин работает на мафию. Крёстный отец, три? Не знаю. Ни имени, ни номера она не назвала, но он плохой человек. Он всех подкупает. А почему она не скажет суде Гарсону? Не знаю, кому надо сказать, но пока ей не дадут разрешение, она не может ехать в Штаты. Нет, нет, ни за что. Я понял твой намёк. Больше никаких духов. Тем более, нам тебя достаточно, этого ещё не хватало. Но, хотя бы на этот раз ты сообщила мне. Ведь ты вечно делаешь то, что хочешь, и не посоветовавшись со мной. И... Она уже здесь? Ещё один дух! Улёт! Скажи, пусть выйдет! Да, скажи, вы похожи? Выходи, Джина! Нет! Буана, сэра! Чао, тутти! Ах, простите за этот наряд. Я уже чуть было не легла спать. Хорошо, что не успели. Я хотел сказать, нам очень жаль, что мы вас разбудили. А мне не жаль. Томас, Альваро, Ева, моя кузина Джина. Могла бы надеть халат. Очень приятно, Кабелло. Какая дружная семья, белиссимо. Не хочу вам мешать. Можете поставить мою лампу, куда хотите. Нет, нет, можете лечь в постель моего сына. Класс. А ты лежешь ко мне. Нет. Мы не можем позволить гостям спать в лампе. Но я-то сплю. Граци, граци, миле. Не хочу доставлять вам хлопот. Я сплю в своей скромной лампе уже много веков. Вы не выглядите на много веков. Вижу, некоторым духом годы идут на пользу, как хорошему вину. А другие, как тетропак, годятся только для кухни? Пор фаворо, говорите мне ты. И вы говорите мне ты. Нет, ты мне ты. Ты, ты. Хватит, ты, ты. Во что, заела? И еще один момент, Джина. У нас такое правило. Никакой магии. Я совершенно не люблю магию. По-моему, гораздо лучше добиваться всего своими силами. Если это все, то я удалюсь. Аста до мани. Чао. Чао. У твоей кузины такое лицо, как бы это сказать, живое. Да. Лицо? А какого цвета у нее глаза? Их два. Два? Два. Это все, что ты заметил? Два. Привет, Джина. Бонжорно. Чао, Альварито. О, что это? Панеттоне, бискотини, антипаста, мочедония, дифрутти. Нравится? Бонжорно, Джина. Бонжорно, Томас. Ну и ну. Что это? Это все Джина. Кстати, когда ты успела? Это случайно не с помощью магии? Нет, больше доверия. Я встала в четыре утра, это моя благодарность за гостеприимство. Пустяки. А Дина так и не научилась нормально готовить. Нет слов. Я как-то попросил приготовить сэндвич с тунцом, и что она сделала? Засунула в него консервную банку, я чуть зубы не сломал. Бедная, Дина. Кофе, Томас? Грация. Кстати, а где Дина? Бедняжка. Она столько работает, что я позволила ей еще поспать. Объедение, Джина, у меня нет слов. Добрый день. Что случилось? Вот что. Ты что, выпила на ночь? Нет. Кто-то заткнул пробкой лампу, и я два часа не могла выбраться. Это сделала я. Я хотела, чтобы тебе не мешал шум, и ты могла бы еще немножечко поспать. Да, еще немного, и заснула бы навсегда. Дина, Джина, все сделала. Она, представь, она встала в 4 утра, чтобы приготовить такой завтрак. Да, это не считая времени на то, чтобы вставить затычку, обернутую в изоленту. Пусти. Бессовестная. Забавно. Я упала. Осторожно. Ясно, почему ты не замужем. Ноги. Дорогая, у тебя очень плохая кожа. Надо бы нанести крем под глаза. Если бы ты помогла, я бы могла нанести корректор под глаза. На уши и даже на зубы. Не поднимай пыль, это вредно для кожи. И как я могу тут находиться? Да, у тебя кожа, не проходите мимо. Знаешь, я в восторге от твоих хозяев. Особенно от отца. Да? А, Томас? Да, вижу, не беспокойся. Кто это? Томас, отец. Он оставил блокнот, надо отвезти ему. И как ты поступишь? Отвезу, разумеется. Нет, в таком виде. За дрипаной фокусницей? Нет. А что, переоденусь и отнесу? Нет, я подумала, ведь я всё равно ничего не делаю. Это точно. Но я уже в порядке. Да? А кутикулы на пальцах ног удалила? Да. Почему бы мне и отвезти? А ты пока приготовишь обед. А может, наоборот, ты приготовишь блинчики? Не хочу отнимать у тебя работу. Знаешь, что мне сказали? Что ты неважно готовишь. Тебе надо ун пачи напью практика. Когда вернёшься, я подарю тебе пособие, как готовить и содержать дом, пригодным для жилья. В чём дело? Какая жалость. Мне так жаль. Придётся мне отвезти. А ты пока можешь подмести в моей лампе. Чао, Белла. Чао, Белла. У нас нет ничего общего. Чао, Томас. Джина не ожидала увидеть тебя. Понимаю, но Дине нехорошо, и она попросила приехать меня. Надеюсь, ничего серьёзного? Нет. Небольшое недомогание, поэтому я сделала за неё всю работу. Твой блокнот. Граци. Прэго. Не знаю, смогу ли я сегодня писать. Почему? Что случилось? Я слегка выждыхнул палец. Ах, бедняжка, какой! Этот. Фибра и мандра. Не пройдёт сегодня, пройдёт завтра. Что тут и стал руссо? Руссо? Я сегодня немного рассеян. Нет, порозовел. А, порозовел. Просто уже давно не трогали мой палец. Да? Если хочешь, я могу помочь тебе. А ты умеешь рисовать? Рисовать? Конечно. Я помогала Микеланджело расписывать сикстинскую капеллу. Да ты что? Давай так. Ты выпьешь капучино, объяснишь мне, что надо, и я всё нарисую. Это для рекламы дезодоранта. Надо нарисовать скунса и тигра. А как связаны скунс, с тигром и дезодорант? Они оба смердят. От них запах. Запах тела. Ну, от тебя чудесно пахнет. Потому что я принимаю душ, душусь. Суть в том, что лозунг компании, вы не поверите, но некоторым это незнакомо. Отсюда скунс, тигр и прочее. А, понятно. Я выйду, но скоро вернусь. Да, да, да. Ай, возвращайся. Субитто. Субитиссимо. Чао. Чао. Чао, милый. Боже, Джина! Микеланджело! Муза моя! Как поживаешь? Сколько веков не виделись, целую вечность. Мне так тебя не хватало. Мне тоже, но оставим сентиментализм. Мне надо, чтобы ты нарисовал тигра и скунса. И скорее, давай, Микеланджело, работай, милый, давай. Готово. Какие жуткие твари. А тигр совсем не свирепый. Не знал, что ты занимаешься критикой. Дорогой мой, откуда тебе знать, чем я занимаюсь? Чао, милый. Томас! Ой, извините, а где Томас? Сейчас, риторно. А вы кто? Джина. Очень приятно. Взаимно. Я помогаю Томасу делать эскизы. Ох, какая прелесть. Если это увидит Тита Сервера, то заберёт в музей. Вот только тигр немного... Свиреп, притягателен. Со мной уже давно никто так не говорил. А вы художница? Да, но сейчас я без работы, поэтому еду в Штат и попытать удачу. А вы кто? Я начальник Томаса. Рокелио. Начальник Роджелио. Какое дивное имя. Знаете, что означает Роджелио по-турецки? Мачо. Если у меня будет сын, назову его Роджелио. Да. Знаете, в Испании принято первенцу давать имя отца. А при вашей внешности и моём имени мальчика ждёт потрясающая судьба. Уж поверьте мне. Осторожно, дорогой. Атенциане, ми аморе. Очнись, детка. Твоя кузина – самая настоящая ведьма. Она была так рада видеть меня, что я поверила в её добрые намерения. Добрые, Уджины! Знаешь, что я видела? Как она кокетничала с Томасом. Правда, она не знает, что я ссорая, облечённая в эту шкуру под названием зубастик. Да ладно, тебе показалось, бабушка. Да? Томас, ты так напряжён. Помассируй тебе спинку. Нет. И он позволил? Нет, твой хозяин очень стойкий. Но увидишь ещё неделя, и она его загипнотизирует. Джина, честно, не играет. Чемита, ты обещал сводить меня на ужин? Я не могу. Мы договорились с ребятами из клуба поиграть в покер. Но ты же обещал. Да, давай в другой раз, ладно? Я договорился с ребятами для укрепления дружбы. В другой раз? Ты уже месяц мне обещаешь. Твои друзья важнее меня. То у тебя теннис, то покер, то скраббл. Ева, не заводись. Я тебя люблю и прочее, но я не выношу, когда ты такая. А чтобы ты успокоилась, я обещаю, что скоро я свожу тебя на ужин. Да? Да. И когда? В следующем тысячелетии? В следующем тысячелетии. Какая же ты милая, и какое у тебя чудесное чувство юмора. Ну, я пошёл. Ты не пожелаешь мне удачи? Не надо. В чём дело, бомбина? В моём женихе. Он слишком много внимания уделяет друзьям, и никакого внимания мне. Я осталась без романтического ужина. Успокойся, это легко поправить. Ты его не знаешь. Проще сдвинуть с места вековой дуб, чем его. Ты знаешь сказку про Синдереллу? Золушку. Джина, мне не до сказок. Да? Минутку. Это же Версачи. Да, нравится? Белло. Но это секрет, только между нами. Да, но я всё равно не понимаю, Джина. А, нон, чья проблема? Привет. Это ты, моя принцесса Ева? Идём ужинать? Я... Ээээ, рекорди, в 12 домой. Спокойно. Как тебя зовут? Перчини. Перчини. Классно. Ну-ка, скажи, Доми-ни-ка. Доми-ни-ка. Браво, брависсимо. Привет, пап. Чао, Томас. Чао. Джина учила меня итальянскому по каналу Рай. Очень интересно. Теперь месяцы. Дженаджо. Дженаджо. Фебраджо. Мардзо. Дзо. Дзо. Так, 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 так. Папа, не мешай, у нас урок. Да, но кто откинул покрывало на постель и поставил тапочки на коврик? Ио, ты не сердишься? Сержусь, что ты, Джина. Мне такого с детства не делали. Спасибо. Прего. Прего. А где Дина? Дина готовит ужин. Пойду, заменю её. Сейчас начнётся программа, которую она обожает. Чао. Чао. Дина, сестричка. У неё такое сердце, Альвара, она очень хорошая. Папа, она бойнисима. Классная, сынок. Классная. Целый гамак белья, да ещё надо погладить одежду кузины. Дорогая, будь мольта осторожна с моими золотыми трусиками. Да, кузина, слушаюсь, кузина, как скажете, кузина. Что вам угодно? Привет, здесь живёт синьорита Джина. Да, её бельё тому доказательство. Отлично. Вот, держите. Этот саженец для неё. Саженец или сад? По-вашему, он большой? Видели бы вы те два, что у меня там. А что, есть ещё? Привет, Дина. Привет. Будь у меня дома такое дерево, я бы запросто спускал собаку на улицу. Я был бы счастлив. Парень, ну-ка, помоги. А у него ещё и ветки съедобные. Денито, как у вас дела с кузиной? Я ограничиваюсь слежкой. Спасибо за помощь с рекламой и искренне твой Томас. А тут что? Шикарное дерево для шикарной женщины, Роджелио. Постскриптум. Вы не думали остаться работать в Испании? Жаль, не написал искренне твой, да? И последнее. Очарован. Твой очаровательный птенчик Чема Альварес де Лоредо. Ещё недели, и ты опустошишь амазонскую сельбу. И что так притягивает ко мне мужчин? Может, аромат недоваренных равиоли? Ты ревнуешь? Ревную я? Да когда я ревную, то зеленею, как флаг Андалусии. Дорогая, только не думай, что я хочу лишить тебя места в этом чудном доме. Нет. Кстати, вернее, не кстати. Как дела с твоими документами на выезд в Соединённые Штаты Америки? Даже не знаю. Я всё ещё думаю. Ну, конечно. У тебя же для этого столько времени. Я не знаю, что делать. Этот Роджелито. Роджелито. Да. Знаешь, он намекнул, что я могу работать у него в компании. Подумай, ведь для тебя работа – очень решительный шаг. Так, нет. Знаешь, что я подумала? Приеду в Штаты и буду работать няней. И никакой магии. Какой же дух это выдержит. Верно. Я убью, я убью, убью. Четвертую зарою в землю. Её никто не найдёт. Даже самые великие сыщики мира. Зарою урою. Как я сюда попал? Дедушка. Что-то мне этот дом знаком. Дина! Дина! Где ты? Я здесь. О! Раз ты слышишь меня, то материализуйся. А раз ты слышишь меня, то повернись. О! Какое чудо, Дина! Ты должна научить меня этому трюку. Да, самое то. Учить тебя трюкам. Знаю, знаю. Я говорил с бабушкой у ветеринара, пока у неё гоняли паразитов, и она всё рассказала про Джину. Думаю, у меня есть решение. У меня тоже. Только не могу выбрать между огнестрельным оружием и холодным. Брось эти глупости. Послушай, в Сицилии Джина находилась в подчинении у одного мафиози, и, думаю, они расстались не совсем по-дружески. Да? Да. Он не дарил ей растения? Наоборот, он хотел использовать её как удобрение. Ты же знаешь этих людей. Если уж им судья не страшен, то что говорить о духе? И что же будет, если Джина поверит, что её выследили? Последили. Уберётся отсюда. Лампу в руки и бегом. Да. Что? Я принёс подарочек. Цветочек. Поставьте сюда. Сюда. Очень капризный? Надо поливать его минеральной водой. Постойте, я дам чаевые. Отлично. Держите. Сеньорита? Да. Есть одна проблемка, маленькая. Это пять песет. Другой мелочи нет. Извините. Я имел в виду приписку. То есть записку. Чуть не забыл. Палома, хочу тебя видеть. Приходи сегодня ко мне домой на ужин. Это будет самый интерьерный вечер. Будь осмотрительна. Не говори об этом на работе. Твой Томасито. Ура! Ура! Да встаньте же! Ура! Палома! Что? У меня усы, что ли, выросли? Нет, не усы. У тебя... У меня усы, что ли, выросли, 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 выросли. Что там? Опять цветы? Нет, тебе письмо. Но это так странно. Почему? Позвонили в дверь и подсунули. Я открыла, а там никого. Никого. Абсолютно никого. Кто это? Не знаю. Ну и жуть. Не дай бог встретить такую в тёмном переулке. Тут записка. Карисима? Мы нашли тебя. Она подарит тебе поцелуй смерти. Что, новые друзья? Нет, Дина, это не то, что ты думаешь. Это Мольтосерё. Опять работа? Нет. Дон Вито нашёл меня. Дон Вито? Да. Тот мафиози, на которого я работала в Сицилии. А поцелуй смерти? Они подошлют убийцу. Змею, которая прикончит меня. Убийцу? Да. Ну-ка. Ну и рожа. Какая жуть. Дина, помоги мне, перкортасия. Я дам тебе мою лампу. Ты, прего, заверни её и сохрани. Дина, порфаворо. Сестричка, не бойся. Это наверняка шутка. Останься. Мы же тебя так любим. Всё будет хорошо. Оставайся. Это не шутка. Они бросят лампу на дно моря и привяжут к глыбе бетона. Не знаю. Я давно не ходила в море, всё больше по горам. Но на дне моря должно быть очень хорошо. Правда, на самом-самом-самом дне, куда не доходит свет. Но может, тебя бросит туда, где Титаник? Нет, Дина. Как романтично. Не так быстро. Джина, помоги решить задачки. Попроси папу, сопляк. Джина, я бы с радостью тебе помог, но я слабоват в многогранниках, Альвара. Тогда попроси свою клушу, сестру. Это ты обо мне? Судя по данным, похоже на то. Извините её, у неё сегодня не лучший день. Из тех самых? Или как у всех? Оказалось, такой милый. Дина, открой. Ты вонзила в меня каблук. Пусти. Привет. Привет. Проклятая убийца! Шич тебе, а не поцелуй смерти. Дина, сделай что-нибудь. Дети, на помощь. Я принесу прыскалку. Палома! Палома! Дина, прибегни к магии. Не могу, она сильнее меня. Неужели? Палома! Палома! Вот тебе за магию. Вот это да! Дина! Дина, дай подушку. Палома! Палома! Я убью тебя! Убью! Окно! Окно! Вот окно. Я выпрыгну в него! Похоже, там Дон Вито. Дон Вито? Где? Мне надо бежать! Чао, тучти! Пробку. Пробку! Зачем? Картина маслом. Посыльный. Звали! Ой, тебя ещё не уволили? Нет, взяли в штат. Ну и персы. На, отнеси туда, откуда принёс. Ну вот, всё кончено. И слава богу, твоя кузина ещё та штучка. Спроси меня. Видела бы ты лицо официанта, когда я сказала, что счёт оплатит сеньор. А сеньор оказался дивной вешалкой, водружённой на стул. Короче, я разорилась. Теперь жалуетесь? А ведь были так довольны. Особенно ты, Томас. Я? Это обычное гостеприимство. Ага, гостеприимство. А Палома ничего не будет помнить? Нет, это останется кошмаром. Я пытался догнать её по лестнице, но она удрала. Хорошо, что мне до этого удалось как следует вмазать ей. Зачем ты это сделал? Сжальтесь, сжальтесь! Сжальтесь! Скузато, Дон Виттер. В чём дело? Не видишь, я на работе. Лампа. Волшебная лампа вернулась. Скуза, не двигайся. Пусть сохнет. Скузато. Буна сера, Джина. Коместами, Аджиньё. Иди сюда. Дина! Сердится. Очень сердится. Дина, порфавора, помоги мне. Возьми мою лампу. Где она? Кто тут его поставил? Дина, возьми лампу. К чёрту дерево. Спрячь лампу, спрячь её. Помоги мне, надо спрятать лампу. Возьми её, заверни в какой-нибудь пакет и сохрани. Мамма миа, вива магия. Я помогаю Томасу. Осторожно. Ещё немного, и я бы заснула навсегда. Полегче, милая. Лиши тебя места в этом чудном доме. Ой. Ну вот это вот круто.